Могу вам назвать людей, которые выступали против воинской службы. Это Реген, это Климент Александрийский, это Тертулян, это Киприан Карфагенский, это Кирилл Иерусалимский. Знаете, как я повторю слова анабаптистов, которые были в 16 столетии, они говорили, что военные действия, войны были даны людям вне совершенства Христа. Вы знаете, это не вопрос изменения богословия. Я еще раз говорю, не убей, военные действия, это в области этики человечества. Этика не может меняться, потому что эту этику дал Бог. Естественная этика человека, она заключается в том, чтобы мы не совершали насилие, зла, убийство над другими. Трудно быть категоричным. Я еще раз говорю, я не хочу быть категоричным. Я не знаю, как я себя поведу в той или иной ситуации, зная и пройдя февраль-март 2022 года. Я был крайний пацифист, но в конце февраля и в начале марта, находясь в Киеве, немножечко пацифистские взгляды начали колебаться. КОНЕЦ Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Бакумов, и это подкаст «Отслужение. Разумная вера». И сегодня мы продолжаем с вами увлекательные беседы по миру богословия, истории церкви и другим важным вопросам. И сегодня вместе с нами Олег Барноволков, который является преподавателем истории церкви, пастором церкви и также доктором философии. Я думаю, что можно еще много сказать чего интересного в ваших научных достижениях. Но одно из интересных акцентов в работе Олега Владимировича в том, что он занимается историей церкви, он на протяжении многих лет преподает историю церкви и также пишет об этом статьи. И сегодня я хотел бы с вами немного обсудить вопросы, которые сейчас актуальны касательно истории церкви, особенно ранней истории церкви. Но для начала, как ваши дела? Рад вас видеть, Олег Владимирович. Слава Господу! Бог благословляет! Все хорошо! Давайте начнем с такого общего вопроса. Как вы стали христианином и почему вы решили заниматься именно исследованием истории церкви? Что привело к этому выбору? Ну, наверное, как и у любого человека, в определенный период времени бывает кризис. Кризис духовный, физический. У меня кризис этот произошел, как раз я вернулся с армии в 93-м году. Ты жил в одних условиях, развивался в других условиях. Пришел с армии, естественно, внутренняя такая дестабилизация. Все дико, непонятно. Люди живут в другом измерении. Ты находишься в другом измерении. Ты вроде бы и в обществе, и далеко от этого общества. Поэтому я не находил места, не находил покоя. Плюс пришлось в армии тоже побывать в определенных местах, которые изменили мое сознание. В итоге, не находя покоя, я пришел в церковь. Придя в церковь, я познал Бога. И познавая Его, читая Библию, я понимал, что я очень мало знаю. Поэтому хотел больше знать о Нем. Итак, Бог распорядился, что 6 сентября в 93-м году я покаялся. А уже в сентябре в 94-м году я приехал учиться в высшую духовную школу. Это нынешняя украинская евангельская семинария богословия. Начал изучать богословские предметы, церковную историю. Но это и изменило мою жизнь. Но, наверное, изменила мою жизнь книжечка, которую мне прислали с Бельгией. Это «Ранние отцы церкви». И мне всегда было интересно размышлять, думать, а как же ранняя церковь, смысл о Христе. Потому что, как-никак, я вырос в атеистическом обществе и учился в атеистической школе. Что-то подсознательно вера, конечно, была. Но нам не разрешалось ни читать Библию, ни иметь даже Библию. В библиотеку, если ты придешь, попросишь Библию, то с тобой сразу придет черная Волга. Понимаете? Но я находил вообще такой язык. Я находил журналы «Наука и религия». Выписывал стихи из Библии, потому что это потребность была на самом деле. Поэтому вот эти процессы формирования духовности, вера, она сыграла свою роль. Как я уже сказал, в атеистическом обществе был дефицит познания Бога, дефицит того, как молиться, кто такой есть Бог. Ну и, наверное, уже после 20 лет, когда прошел определенные кризисы, перестройки, кризисы каких-то военных действий, которые были на территории Кавказа, Приднестровья и в других моментах, они сыграли свою роль. И ты начинаешь искать Бога. И тебе мало Бога в церкви на самом деле. Ты хочешь больше знать о Нем. Вот так я и пришел к тому, что, в общем-то, начал учиться. А потом ранние церкви, они побудили меня изучать церковную историю, потому что, знаете, с каждым временем человек по-своему преломляет Бога. По-своему преломляет христианскую культуру. В зависимости от вызовов, которые бросает нам сегодняшний час, сегодняшнее время. И для меня было важно понять, христианство ли не испортилось за эти 20 веков понимания. И вот ранее церковь, она подтолкнула меня к изучению и пониманию всех тех вещей, о которых я теперь рассказываю. Спасибо большое. И у меня есть такая вот книга, которую ты задала недавно, Иванская Африанская Теологическая Минария. И ранние христианские погляды на войну и войну службы. Здесь ваша рекомендация стоит к этой книге, которой я так немного начал ознакомливаться. Я также прочел вашу статью на эту тему. И вот я хотел бы сегодня поговорить с вами как раз таки на тему ранних христианских взглядов на войну и военную службу. Вообще как это было. Потому что, с одной стороны, я нахожу для себя такой контраст, что я вижу очень миролюбивые взгляды у Иисуса, апостолов, потом у некоторых отцов церкви. С другой стороны, я вижу очень много такого фанатизма в истории церкви, когда были крестовые походы, были там и старобрядцы, которые себя сжигали. И казалось бы, мне такой контраст. С одной стороны, есть те, которые говорят о любви к жизни, о любви вообще к людям. С другой стороны, есть люди, которые готовы других убивать за свою веру. И вот как это вообще возникло, я думаю, это главный вопрос на сегодня. И в вашей статье вы выделяете три взгляда то, как это развивалось. И первый взгляд – это Ветхий Завет. Вот как вы охарактеризовали Ветхозаветные войны, и можно ли их назвать справедливыми? Как вы могли бы их описать? Ну, наверное, мне трудно сказать о любой войне, как о справедливой войне. Справедливой войны не бывает. В войне всегда есть две стороны конфликта. Просто каждая сторона рассматривает себя со справедливой оценки. Они считают, что они правильные. Любая война – это есть война. Это горе, это боль, это страдание. И поэтому, наверное, мне очень тяжело сказать, что есть справедливая война. Нету справедливой войны. Одни умирают, другие остаются живы. Одни активно участвуют, и что-то с ними происходит. А происходит не только на физическом уровне, а в первую очередь на психологическом. Это более, наверное, страшнее, чем может быть. Это мы впоследствии увидим. Поэтому Ветхий Завет... Наверное, знаете, как я повторю слова анабаптистов, которые были в 16-м столетии, они говорили, что военные действия, войны были даны людям вне совершенства Христа. Вне совершенства Христа. То, что Бог отрицательно относился к войнам, к убийствам людей, мы видим даже с того, что Он не позволил Давиду построить храм. Он ему сказал, ты много пролил крови. Он не позволил ему это сделать. Поэтому, наверное, в общем-то, в Ветхом Завете есть неоднозначная позиция к войне. Заметьте, священникам даже в законе не разрешено брать в руки оружие и идти на войну священникам. А позиция Нового Завета говорит, что мы все священники. И вот то понимание миропомазания, которое происходит в католической церкви, в православной церкви после крещения, оно имеет три стадии понимания. Первое – это ты пророк, помазание пророка, то есть все харизматические дары проявляются через твое служение и дается тебе в помощь, твоего созидания. Ты священник и ты царь. Между статусом человека Ветхого Завета и Нового Завета огромная-огромная разница. Ветхий Завет, как правило, это человек и Бог, как сюзерен и раб, и слуга. Когда мы говорим о понимании Нового Завета, то это сын и отец. Это ближе. И, естественно, требований будет больше. Поэтому в Ветхом Завете войны даны были, наверное, скорее всего, по несовершенству человека. По несовершенству человека. Помните слова Иисуса Христа, когда к нему обратились по поводу развода? Можно ли разводиться или нет? Что он сказал? Моисей по вашему жестокосердию дал вам это. То есть он от этого как-то отрекся. Если мы видим, что Моисей мог дать именно в этом контексте, то я не думаю, что война – это в планах Божьих, потому что Бог создал человека для вечной жизни, а не для того, чтобы он умирал. Он не хочет смерти человека. Поэтому в Ветхом Завете мы видим войну в контексте ограниченности Христа в человеке. Спасибо большое. И когда мы подходим к Новому Завету, то мы видим такую, скажем так, смену в мышлении. И вот как вы могли описать позицию первых ранних христиан по отношению к войне? Была ли она категорической? Или все-таки были смешанные взгляды? То есть я знаю, что разные историки по-разному говорят об этом. Да, наверное, нам очень трудно будет сказать категорично как в одну, так и в другую сторону. Но могу сказать, что в большинстве случаев все же первые христиане имели пацифистский взгляд. Но, скорее всего, пацифистский взгляд имели они в отношении понимания церкви и государства. Все же церковь была вне государства. И вот есть такое понимание присяга. И по сути слово присяга и водное крещение это одно и то же. Оно возникает с латинского слова sacramentos, то есть откуда и пошло сакраментология таинства. Таинство того, что человек дает обещание правителю, что он будет верный ему до конца, что он будет поддерживать все то, что от него хочет правительство и государство. Это клятва. Когда мы принимаем водное крещение, это тоже клятва Богу, что мы его граждане, что мы выполняем те функции, которые от нас требуются. Но вы же понимаете, что две клятвы невозможно дать. И получается, что ты даешь клятву Царству Небесному и к Царству Земному хорошо, когда их идеи совпадают. А если государство светское, и оно далеко от религии, то эти идеи не будут совпадать. Цель государства что сделать? Сделать счастливым жизнь человека. Цель церкви довести душу бессмертную до ее отчизны, до Царства Небесного. И между ними огромная-огромная пропасть. Поэтому, когда человек находится при выборе, кого слушать более, государство или Слово Божье, то, конечно, он останется на вопросе Слова Божьего. Поэтому, в большинстве случаев, ранее церковь отрекцательно в этом отношении относилась к воинской службе. Да, даже в некоторых моментах им было запрещено участвовать в хлебопреломлении. Об этом говорит Карфодем Киприанский, ну и другие, тот же Тертулян, и другие, в общем-то, отцы церкви. Вот. Плюс, еще не забывайте, то, что, возможно, почему люди говорят, что в ранней церкви были воины, то, что тогда Римская империя не вела войну. Большей частью военные выполняли полицейскую функцию. Если была бы активная война, то, может быть, по-другому и церковь бы воспринимала эти вопросы. Но в большинстве случаев, наверное, представители, которые были за воинскую службу, за то, чтобы христиане участвовали в войне, да, это было меньшинство. Даже история с Мартином Туровским, который, в общем-то, отказался идти на врага с мечом, его начали обвинять в трусости. Он сказал, я пойду с крестом на врага без меча. То есть, он тем самым показывает, что я иду на врага не для того, чтобы его убить, а для того, чтобы его спасти. Потому что враг, он остается человеком. То есть, может быть, для нас спадшим человеком. Он все же остается человеком. Золотое кольцо, которое упало в грязь, пусть оно и грязное, не имеющее вида, невеличие, затемненное, но оно остается золотом. Ее нужно просто омыть, почистить, и на дно засияет. Поэтому ранняя церковь, скорее всего, в большинстве случаев отрицательно относилась к тому, чтобы члены ее находились в армии. Но, опять же, это спорный вопрос. Это спорный вопрос на самом деле. Потому что мы находим как представителей одной стороны, так и представителей другой стороны. Но, еще раз хочу вам сказать, в большинстве случаев все же церковь относилась отрицательно. Если я правильно помню, то даже на Никейском соборе там было одно из таких постановлений, что человек, который участвует в военной службе, то есть уже после обращения, то ее следовало было отлучить от причастия, причем на довольно долгий срок. Ну, и Никейский собор тоже... Наверное, вы ошибаетесь, потому что Никейский собор по сути шел в унисон уже Константину. В 315 году под управлением Константина было в одном из французских городов представители церкви для того, чтобы угодить Константину, даже сделали следующее требование, что христианин, который не участвует в армии военной подготовке, будет отлучен от церкви. То есть меняется ситуация. Когда государство входит в церковь, церковь начинает подыгрывать государство. И ситуация меняется. Поэтому то, что вы говорите, оно не могло быть на Никеевском соборе. Плюс я вам скажу, что информация о Никеевском соборе очень мала. Мы не думали все веки Сарийского, Афанасия Великого. Протоколы, к сожалению, или не вели, или они не сохранились. Поэтому подробностей мы не знаем. А вот мифов по Никеевскому собору очень много ходит. по поводу воинской службы, отлучения или привлечения, по поводу канона Священного Писания, который никогда не поднимался на этих соборах. Все же эти мифы ходят. Но с 315 года ситуация меняется. Государство начинает входить в дела церкви, финансировая церковь, выстраивая храмы, помогая священникам, естественно, священники подыгрывают в общем-то государственные деятели. То есть после 315 года церковь в большей части уже довольно положительно начинает относиться воинской службе. Да, возможно, я путаю, но я помню, что было такое постановление, что человек, который участвует в воинской службе в ранней церкви, то его отучали на какое-то время, там, чуть ли 6 лет возможно даже. Да, это период, я вам скажу, конец второго столетия. Киприан Карфагенский озвучили такие моменты. Понимаете, в ранней церкви было, я бы сказал, три смертельных греха. Первый грех это блуд, то есть сексуальный грех, за это человека отлучали от церкви. Его не отлучали от Бога, его отлучали от церкви. Второй грех убийства под любым видом, независимо. Убийство человека это грех, его отлучали от церкви. И третий грех это идолопоклонство, отреклись от Христа. Вот в общем-то вот эти три греха вплоть до 250-260 года были крайне нежелательные. За эти грехи не было покаяния. Человека отлучали от церкви. Но после 350-го года был издан указ римскими императорами в контексте того, чтобы людей не казнили за то, что они христиане, пытали до тех пор, пока или они сами не умрут, или не отрекутся. Поэтому после 260-го года было очень много людей, которые отреклись от Христа из-за боли, из-за страданий. И в церкви появился вопрос, что делать с этими людьми. После того, когда они не перенесли пытки, страдания, они вновь приходили в церковь. И стал вопрос, если один грех можно простить, то почему бы не простить второй и третий грех, создать определенные условия испытательного срока. Вот и после 260-го года эти процессы начинаются. Спасибо большое. И таким образом, когда произошел такой сдвиг при Константине, вы считаете это неким отступлением от первоначального улучения или же это все-таки развитие богословия? Потому что некоторые говорят, что просто в ранней церкви богословие было не развито, то есть у них не было времени на то, чтобы обдумать какие-то моменты, поэтому моментов очень буквально, каких-то нет, но когда богословие развивалось, то развивались и осмысления этих вещей, и поэтому мы, например, видим развитие доктрины Троицы, развитие доктрин воплощений и так далее, то же самое с развитие идей о участии в войне, о насилии и так далее, чтобы вы сказали по этому поводу. Но я думаю, что это не вопрос богословия, это вопрос этики. Вы знаете, этика не может меняться. Она может находиться под влиянием. Ну, допустим, смотрите, в сегодняшнем дне, в сегодняшнем событии, вопрос однополых браков. Но Библия четко, ясно говорит по этому вопросу. сегодняшняя церковь, за рубежом, допустим, вопреки этому изменяет свое отношение в связи влиянием государства. То есть этика не может меняться. Меняется отношение человека к этику под влиянием внешних каких-то событий, каких-то нажимов. Помните, я говорил, что миссия церкви и миссия государства разные. Миссия государства сделать человека счастливым. Независимо какого ты пола, сексуальной ориентации, ты должен быть счастливым на земле. Церковь, наоборот, идет совсем другим путем. Поэтому, наверное, не убей заповедь, это больше относится не к богословию или на грани, можно сказать, богословия и этики. Этика не может меняться. Вы знаете, для чего Бог дал книгу Левит? Когда ты читаешь, ты смотришь много-много-много требовать. А Бог дал эту книгу для того, чтобы показать, что приближаться к Богу можно только на условиях Бога, а не то, что человек выдумает для себя, создает определенные принципы, считает, самомнение. Помните, когда, опять же, с чужим огнем, с чуждым огнем вошли, что Бог сделал, наказал? Это это как пример. Пример того, что Бог можно приблизиться только на его условиях, не на человеческих вымыслах, не в человеческих догадках. И вот этика, это есть одно из определенных условий Божьих. Будьте святы, боясь, святы, отделение. Другими словами, Бог говорит, будьте отделены, ибо я отделен. Отчего Бог отделен? От зла. И Он требует от нас отделения от зла. Зло порождает зло. Убийство порождает убийство. Убивая другого человека, ты в первую очередь убиваешь себя. Ты после этого не будешь таким, каким ты был. Ты изменишься. Ты будешь меняться. Он будет приходить тебе каждую ночь. Военные действия будут приходить тебе каждую ночь, меняя тебя на утро, и ты будешь уже совсем другим. Ты можешь к вечеру пройти всех психологов, которые успокоят твою душу. Но наступит ночь, придет сон, и ты испытаешь все то, что ты испытал. И ты вернешься обратно на ту самую позицию. Поэтому вы знаете, это не вопрос изменения богословия. Я еще раз говорю, не убий. Военные действия в области этики человечества. Этика не может меняться, потому что эту этику дал Бог. Естественная этика человека, она заключается в том, чтобы мы не совершали насилие, зла, убийства над другими. Смотрите, вы говорили о крестовых походах. Это что же считалась справедливая война? Справедливая война это не только защита. Защита может быть в форме нападения. Помните Америку до 60-х годов? Корея, Куба. Они нападали, но они считали, что это защита против коммунизма. Начиная с 50-го года они запрещают коммунистические партии, социалистические партии. Они вмешиваются в вопросах делов, когда в других странах развиваются эти партии. Они вводят войска. И это считалось справедливой войной. Где грань? Когда война защиты заканчивается на твоей территории и переходит на другую территорию. Грань этой нет. Война это зло. И война не бывает справедливой. Поэтому этика наверное библейская она останется библейской. Она не может меняться в 21-м или в 20-м столетии. Потому что тогда это будет беда для всего человечества. Мы потеряем те ориентиры, которые удерживают нас от зла и насилия. Поскольку мы живем в другое время сейчас совершенно, то можем ли мы сказать, что аргументы таких христиан, как Тертулиан, они справедливы по отношению к нам. То есть если читать их труды, то часто они приводили ряд причин, почему нельзя участвовать в служении армии и так далее. Например, присяга, поклонение императору. Например, сегодня у нас нет поклонения императору. Можно также анализировать другие причины. Вы думаете, что те аргументы, которые были важны для Тертулиана, они применимы сегодня к нам? Отчасти да, отчасти нет. Потому что история повторяется, но она повторяется на новом витке. Она повторяется немножечко по-другому. Поэтому в какой-то мере те аргументы, которые он приводит в общий, они могут сочетаться и с нашим временем. Но в большинстве случаев, да, действительно, мы живем в другое время. Но смотрите, поклонение императору можно замениться поклонению государству. Но так же раньше кричали слава Константин. Сейчас будут кричать по-другому. А в чем разница между славой Константина и другом отношении? А на каком этом отношении стоит Бог вместе? Поэтому что-то меняется, что-то остается. Наверное, очень трудно говорить в общем-то те аргументы подходят к сегодняшнему дню или не подходят. Но то, что я думаю, что человек сам делает для себя выбор. Это важно. Ни пастырь, ни государство, ни президент не может вас заставить. Знаете, есть такое понимание индивидуальное богословие. Что такое индивидуальное богословие? Когда человек сам для себя принимает решение. Потому что он будет сам отвечать перед судом Божьим. За него не будет отвечать ни я, ни пастырь, не пройдет такой номер. Мне сказал пастырь, а для чего тебе Бог дал разум? А для чего Бог дал тебе душу и совесть? Поэтому тут на усмотрение совести. Если вас совесть не осуждает, если вы чувствуете в этом призвание, идите. если вы чувствуете что-то не так, то лучше останьтесь. Индивидуальное богословие это как богословие покаяния. Никто не может вас заставить покаяться. Вы должны сами целенаправленно прийти к этому моменту. Или принятие крещения. Никто не может вас заставить принять крещение. Вы должны сами прийти к этому моменту. Никто не может вас заставить идти воевать или не идти воевать, брать в руки оружие или не брать в руки оружие. Вы внутренне должны сами для себя сделать определенные выводы. Выводы свободы совести человека. Выбирайте. Этот принцип всегда был. И знаете, наши евангельские братья проходили достаточно сложные периоды. Богомыслие журнал Одесский выходил с моей статьей по отношению к войне с евангельском братстве. И вот когда я разбирал некоторые моменты Первой мировой войны и отношения изменения церкви в отношении воинской службы после 1905 года для того, чтобы угодить правительству, баптистское братство, евангельское братство берет на себя именно ответственность вероучениями, чтобы защищать державу. Наступает русско-японская война, потом Первая мировая война, и ситуация меняется. Очень много людей, которые ушли на фронт, обратно не вернулись в церковь. Они вернулись домой, но не в церковь, потому что внутренне не были готовы возвратиться в церковь. Очень многие оказались в больницах психиатрических. И тогда верующие начали задавать вопрос, если мы благое делаем дело, если это во благословение Божье, то почему такой плод, почему такой результат? И в 17-18 году практически все евангельские группы в Российской империи, они отказались от принципа брать в руки оружие. Но советская система изменила. Начинает давление, борьбу против этого, и путем насилия заставляет вновь, начиная с 23-го года, включать в программу вероучения этот принцип. И тогда уже братья решили просто для себя вот эти 20-е года выстроить формулу, по которым можно или по которому нельзя. Пастырь не решает, церковь не решает, каждый сам для себя определяет, как формат индивидуальное богословие. Если совесть тебя не осуждает, ты можешь это делать. Вы поймите, что человек может быть разным. Во время мира он может по одному говорить, по одному чувству. Во время войны тот же человек, который был пацифистом, ярким пацифистом. И когда враг приближается к его земле, к его городу, который находится буквально в 10-12 километрах под тебя и идут бомбежки, его мнение может сразу же измениться под влиянием внешних событий. Поэтому это неоднозначный вопрос. Это решает сам человек для себя. Можем ли мы пойти к какому-то выводу на эту тему, исходя из самого Нового Завета? То есть, если там какая-то четкая позиция по этому поводу. Потому что, опять же, вот такой вот индивидуалистический подход, он иногда приводит к тому, что некоторые люди говорят, например, мне сказал Бог совершить какое-то убийство или какую-то жертву. То есть, и может ли Бог такое сказать на самом-то деле? То есть, в этом, я думаю, тоже вопрос очень важный. В Новом Завете четкого такого определения нет. Там четко говорится о неубий. Но в то же время мы видим, что говорится о ниче, кто носит меч, да, подчиняться государству и так далее. Поэтому на вот этих моментах и, будем так говорить, и пацифисты, и милитаристы играют. И, наверное, четкого определения мы не найдем с вами. Смотритесь в ваше сердце, в вашу совесть. То, что вам открыто, так поступайте, да. Трудно быть категоричным. Я еще раз говорю, я не хочу быть категоричным. Я не знаю, как я себя поведу в той или иной ситуации, зная и пройдя февраль-март 2022 года. Я был крайний пацифист, да. Но в конце февраля и в начале марта, находясь в Киеве, немножечко пацифистские взгляды начали калебаться. И поэтому я бы, наверное, не был категоричен. Но в то же время я бы не хотел брать в руки оружие. Я готов служить, помогать своему народу, своей стране, чем могу быть санитаром, ну, что, быть поваром, я не знаю, быть кем-то еще. Ну, не хотелось бы брать в руки оружие, но, опять же, и здесь я не категоричен. На самом деле, после переживания тех, того периода, очень тяжело сказать, что будет, как будет. Нужно смотреть по ситуации. А в Новом Завете категорично мы не сможем ответить с вами. Сегодня, я думаю, что большая часть религии, если не больше, то многие христиане, они все-таки ставили на позицию праведливой войны. Но при этом остается и много христиан, которые стоят на позиции пацифизма. И часто это вызывает такой очень сильный, не знаю, проблемы в отношениях, диссонанс. То есть, если ты, допустим, пацифист, значит, ты каким-то образом не хочешь помогать своей стране, с другой стороны, если ты милитарист, то с другой стороны скажешь, значит, ты стал там и долпоконником, или там жителем лишь этой земли и так далее. То есть, как вы думаете, вот, если возможно ли совместное служение людей с разными точками зрения в церкви? Вот видите ли вы, что есть такая возможность, когда люди с разными точками зрения, как справедливой войны, так и пацифизма, могут служить вместе ради единой цели? Потому что все-таки ранние отцы церкви, многие из них были пацифистами, но тем не менее, как я понимаю, они все-таки были активными служителями в тяжелые времена. Я думаю, что это возможно, просто уйти от своего эгоизма. Проблема с сегодняшнего дня, что каждый человек считает себя правым. Он не хочет услышать другого. Он хочет, чтобы его слышали, но не хочет слышать другого. Это и есть проблема. Если мы начнем слышать друг друга и уважать мнение друг друга, то никаких проблем не будет. Мы не слышим. Мы слышим только себя. Мы слышим свою обиду, свою боль, но не слышим чужую боль. Нас отравила эта боль. Нас отравила эта ненависть. Мы радуемся, когда нашим врагам плохо. Понимаете? И я думаю, что если мы научимся принимать друг друга такими, какими нас создал Бог, помогать друг другу, служить друг другу, то мы научимся и служить. В этих обстановках. В нашей церкви есть люди, которые прошли войну и те, которые не взяли в руки оружие. И никто никого не осуждает. Все служат, как могут. У каждого есть свое понимание. Каждый сам решает для себя, как ему быть и что делать. И еще раз говорю, если мы уйдем от своего эгоизма, а эгоизм это и есть, наверное, тот первородный грех, когда ты живешь для себя, когда ты пытаешься других заставить и подчинить себе, своему мнению, своему пониманию. Если мы начнем жить друг для друга, тогда не будет никаких проблем. А если мы будем заставлять и навязывать свое мнение другим, да, тогда у нас будет проблем. Заметьте, даже Бог дает свободу человеку выбора. Он не заставляет его. Он дает возможность человеку выбрать. Почему мы заставляем своим мнением и навязываем это мнение другому человеку? Мы можем аргументировать, почему так мы верим. И выслушать другого человека, почему он так верит. Но не уподобляться этому зло. Это тоже зло. Это насилие слова на человека. Вы понимаете? И пока это будет насилие, то, наверное, очень трудно будет соединить два этих лагеря, пацифистов и милитаристов. Но мы должны научиться слышать друг друга для того, чтобы вместе служить. Я думаю, и те, и другие могут принести очень многое в жизни нашей страны для победы, которая нужна. Поэтому я не вижу в этом проблем. Я еще раз говорю, я смотрю на свою церковь, где люди, которые и воевали, прошли определенный путь, и люди, которые не взяли в руки оружие, их немного, конечно. Они могут быть в одной общине, и друг друга они не осуждают. Спасибо большое. Могли бы вы привести, возможно, какие-то рекомендации, каких отцов церкви можно почитать по этому поводу, чтобы углубить свои знания? Или, может быть, вы приведете какие-то примеры отцов церкви, которые ярко проявили себя в какой-то из периодов? Чем они занимались? Что бы вы могли посоветовать, рассказать об этом? На самом деле, по поводу этому вопросу, когда мы говорим о понимании воинской службы, военного вопроса в ранней церкви, немного книг. Одна книга издавалась на русском языке, я уже не помню, автор, князев, по-моему, до революции. Вторая книга, то, что вы показали, вот она издалась, да, вот эта книга. Здесь достаточно очень хорошо подобран, да, я даже по сути могу назвать люди, которые выступали против воинской службы. Это Реген, это Климент Александрийский, это Тертулян, это Киприан Карфагенский, это Кирилл Иерусалимский, понимаете? Но у них очень обширные произведения и их цитаты по поводу воинской службы и в отношении воинской службы. Они очень небольшие, и чтобы найти, вам придется потратить очень много времени. В этой книге, которую я вам уже показывал, Цезарь и Агнец, автор практически собрал все высказывания в одно. И первая часть книги – это его анализ, а вторая часть книги – это цитаты, которые он выбрал из этих книг. Поэтому вам не нужно мучиться. Возьмите эту книгу, почитайте, посмотрите, и вы запомните тот балласт, допустим, в котором вы нуждаетесь. Статей на эту тему достаточно тоже много можно найти по этому вопросу, как в одну сторону, так и в другую сторону. Но я рекомендовал бы, наверное, вот «Цезарь и Агнец» – это одна из таких книг, которые насытят ваше любопытство и поможет ответить и определиться на следующий вопрос. Конечно, хотелось бы, знаете, провести такую стадию. Вот, допустим, я по ранней церкви написал статью в журнал «Христианская мысль», которая должна будет выйти. В «Богомыслие» написал «Воинская служба» и «Евангельский вопрос», «Евангельская церковь в 20-х столетиях» написал «Богомыслие». А вот эта серединка, знаете, начиная с высокого средневековья, отношения, отношения реформаторов, до конца он не выяснил. И получается, что в этой книге, которую я рекомендую, это «Ранний вопрос», но хотелось бы увидеть на протяжении всей истории отношения церкви к этому вопросу. Хотя, опять же, в «Ранней церкви» больше был отрицательный вопрос к воинской службе. Высокое средневековье больше положительный. Эпоха реформации больше положительной. И вы знаете, что тот же Цвингли, он погиб на поле брань, защищая свою веру от католических кантонов. Мартин Лютер также выступал за защиту своей веры в контексте немецких князей. Но помимо реформации еще была одна группа людей, очень интересных. И они стали основателем евангельского движения. Не Мартин Лютер, а именно эта группа людей, которая появляется в 1525 году, что мы называем анабаптисты, умеренные анабаптисты. Потому что было два ряда анабаптистов немецких, которые пытались защитить себя с помощью оружия. И вы, наверное, слышали, крестьянская война в Германии, это восстание анабаптистов. Они были уничтожены. А были умеренными в Швейцарии. Они сказали, что наш меч – это слово Божье. И вот их уничтожали, их убивали, как реформаторы, так и католики. Но вы знаете, они остались живы, и они распространили свою веру. И вот этот пласт анабаптистского движения, он стал основой для евангельского движения, то, что мы называем сегодня евангельская церковь. Это баптисты, передесятники, харизматы, ненамиты, методисты, многие другие. Именно они выступали категорически против любой воинской службы. Они говорили, что наш меч – это меч духовный, слово Божье. Нас Бог создал для того, чтобы мы несли добро, любовь, а не боль, насилие и зло. Спасибо большое. И, наверное, последний вопрос. Для тех таких людей, которые, знаете, очень зациклены только на Библии, они говорят, что зачем нам история церковь, я буду читать только Библию. Могли бы вы назвать причины, почему важно изучать историю церкви? Да, конечно. История церкви, знаете, это как продолжение Нового Завета. Поймите, что немного раскрыто в Новом Завете. Практика церкви тоже имеет значение. Но вопрос строится, допустим. Новый Завет четко не говорит, Бог троичен или единичен. Но когда мы с вами начинаем читать раннюю церковь, мы видим, как ученики апостолов, как последствия апостольские ученики формируют определенные богословские идеи из Нового Завета. Поэтому ранее церковь раскрывает многие вопросы, которые не раскрыты в Новом Завете. Ну, например, как проводить богослужение, скажите? Иисус говорит, как проводить богослужение? Не говорит. В Новом Завете четко описано богослужение? Да не описано. Что такое пророческое дарование? Это проповедь или предсказание будущего, как прорицателя? В Новом Завете говорится об этом. Там очень косвенно говорить и поверхностно. А как практика церкви в реальности применялась, мы находим в истории церкви. Поэтому церковная история помогает лучше понять, о чем говорили апостолы. Лучше понять традицию, форму богослужения. Я еще раз говорю, даже тоже богослужение. Иисус оставил только два принципа. Сие творите в мое воспоминание и молитесь так. Отче наш, сущий на небесах. Два элемента, которые необходимы быть в богослужении. Но почему богослужения восточной церкви и западной разные? Потому что культурные особенности достаточно сильно влияли на формирование этих принципов. И вот начиная с ранней церкви, с произведения Дедаха. Это учение 12 апостолов, которые были написаны в 90-х годах. Мы видим первые литургические принципы. Как проходили богослужения, по какому принципу. Мы также видим этические нормы, которые подымает церковь. Где четко и ясно в ранней церкви говорится, что аборт в любом его проявлении – это большой-большой грех. И несет ответственность как тот, кто делает аборт, так тот, кто производит аборт. В Писании просто написано «не убей». Но уже в 90-х годах, в произведениях ранних отцов церкви, да, мы видим четкие определения, этические требования, что можно, что нельзя. Поэтому я вам скажу, что церковная история – это опыт церкви. Да, опыт, он всегда важен, он пригодится вам для того, чтобы мы с вами прошли. Понимаете, проблема в том, что нельзя перечеркивать историю. Перечеркнув историю, мы вновь будем проходить ее заново. Историю не нужно бояться, из нее нужно извлекать уроки. Она помогает нам дальше жить и понимать. Мудрый народ, который извлекает уроки из своей истории, а не просто ставит крест на истории, которая была до него. Поэтому и история церкви также важна для христиан, потому что раскрывает принципы, учения, форму богослужения, те этапы, те ереси, которые появлялись, и почему они появлялись. Очень многие ереси появлялись в связи с какими-то причинами и принципами. И сегодня мы тоже видим ереси, которые появляются. Понимаете, есть богословское заблуждение, есть ереси. В чем разница между богословским заблуждением и ереси? Опять же, это раскрывает в какой-то мере историю. Поэтому для меня, наверное, важно, Ветхий Завет переходит в Новый Завет, Новый Завет переходит в практику, жизнь церкви, которая дает нам опыт, знания и навыки, для того, чтобы мы могли дальше развиваться в церковных принципах и традициях. Спасибо большое, Олег Владимирович, за эту беседу. И я надеюсь, что независимо от взглядов, которых придерживаются наши слушатели, они смогут обогатиться этим. Я думаю, это еще одна из причин, почему история церкви важна. Она помогает нам видеть, что были разные люди с разными взглядами, которые трудились ради одной цели. И это тоже важный момент, чтобы мы не закрывались, а пытались найти общий язык друг с другом. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это не наша последняя встреча, и пусть Бог вас богословит. Спасибо вас Господом, а не вас гордать.